Всероссийский статус может иметь и медаль чемпионата района. В деревне Мусирмы в переводе с Чувашского «Большой овраг» представители маунтэнбайка в 24-й раз разыграли награды Всероссийского турнира памяти Алексея Трофимова. За ходом состязаний мастеров и подмастерьев горного велосипеда внимательно наблюдал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. И сельский овраг может стать местным проведением масштабных соревнований. В селе Мусирмы Урмарского района представители горного велосипеда разыграли награды Всероссийского турнира, посвященного памяти уроженца села Алексея Трофимова. Проверить свое мастерство в управлении горным велосипедом в сельскую глубинку приехало почти 200 гонщиков не только республики, но и их коллеги из Нижегородской Владимирской областей, республики Татарстан и Санкт-Петербурга. Такое представительство заметно повысило спортивную ценность наград, проводимых параллельно с турниром районного чемпионата и первенства. Велосипедный спорт в Урмарском районе имеет старые добрые традиции. Поэтому приоритетное направление развития велосипедного спорта, в частности маунтинг-байка, на наш взгляд, остается самой главной основной задачей в развитии вообще спорта в районе. Споря с коллегами и сверстниками, хозяевам трассы удалось пробиться на педесал почета. Победным дублем в гонках кросс-кантри «Малый и Большой круг» отметился уроженец деревни Старой Урмары Никита Петров. 14-летний гонщик ныне повышает свое спортивное мастерство в Чебоксарском училище Олимпийского резерва, но победа в домашней гонке была делом престижа. А титул чемпиона Урмарского района в обеих гонках завоевал бронзовый призер Кубка России 2022 года в олимпийской дисциплине кросс-кантри Евгений Евграфов, для которого гонка стала этапом подготовки к следующим соревнованиям. Впереди чемпионат России в эстафете. Скорее всего, нужно будет ехать. Там мы можем вполне реально занять первое место. Команда Чувашкой республики. Ну и, может быть, там же в Ижевске пройдет многодневная гонка, где я два года подряд занимал третье место. У женщин титул чемпионки Урмарского района и победителя турнира завоевала бронзовый призер молодежного первенства мира этого года по зимнему триатлону Ольга Черемисинова. Сегодня у нас гонка просто рабочая, рабочая тренировка. Я восстанавливаюсь после сильной травмы. Просто поработать настрой. А вот на дистанции большого круга воспитанницы Алексея Семенова верхнюю ступень педестала почета уступила коллеге по седьмой школе Олимпийского резерва Минспорта Чувашей Дарья Рогозиной. Всего же награды соревнований были разыграны в пяти возрастных группах. Вячеслав Ильин. Вести. Чувашия.